Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анны Глазунова. Сегодня в выпуске. Ректор КВУ принял участие в благотворительной акции «Победи мрак вместе». В Казанском федеральном завершились державенские чтения. Каковы итоги? В КВУ определили финалистов Олин Кволслаб. В университетской клинике КВУ состоялась благотворительная акция «Победи мрак вместе». Участие в акции приняли представители Министерства Татарстана, Русфонда и Казанского университета. Подробности расскажет Аделя Шамилова. В университетской клинике КВУ состоялась акция «Победи мрак вместе». В открытии мероприятия приняли участие министр по делам молодежи республики, первый заместитель министра здравоохранения Татарстана, ректор КВУ и арт-директор Русфонда. В день старта акции любой желающий мог сдать 4 мл крови для проведения генетического типирования, чтобы данные могли быть занесены в регистр и использованы в дальнейшем при поиске генетически совместимого донора для пациента. А вот то, что мы сегодня присутствуем здесь, по сути, и даем старт формированию регистра костного мозга, это приложение, прямое приложение всех тех наработок, которые сделаны нами, всех наработок, которые сделала Русфонда. Наиболее актуальной темой остается привлечение добровольцев для вступления в регистр и информирование населения о безопасности процедуры. В этом деле важную роль может играть молодежь Республики Татарстан. Во время акции в регистр доноров костного мозга вступил и министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Ее очень приятно было слышать, что на базе нашего генерального университета, как Александр Ильич уже сказал, есть вся инфраструктура, лучшая инфраструктура, позволю себе так сказать, в нашей стране. Акция продлится до 22 сентября. А дальше Милова Ленарда Валитияров, Универньюз. В КФУ подвели итоги 14-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения». Церемонию закрытия провел ректор Ильшат Гафуров. Подробности далее. На протяжении двух дней на площадке Казанского университета проходила 14-я международная научно-практическая конференция «Державенские чтения», которая организована Всероссийским государственным университетом юстиции и Казанским федеральным университетом. Итоги работы 12 ее секций подвели 14 сентября во время итогового заседания. Мероприятие с каждым годом получается все лучше и лучше. Уже поступают предложения модернизировать, сделать его интереснее. Мы сейчас над этим работаем, ждем ваших предложений. Участие в подведении итогов 14-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения» принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Все труды, которые были разработаны в секциях, они обязательно лягут в основу того сборника, который по итогам этой конференции будет издан. Итоговая резолюция конференции будет исключать выводы каждой из площадок от ажи предложения, сделанной во время культурной и образовательной программы. Я считаю, что конференция наша была посвящена тем вызовам, которые есть сегодня в нашей реальной жизни. Она не надумана. И вот результаты круглых столов тоже говорят об этом. В следующем году участники конференции увидят седьмой том переизданных произведений Гавриила Романовича. Смогут увидеть отреставрированную часовню кафедру религиоведения Казанского университета. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюз. В КФУ прошла международная конференция, на которой представили последние достижения ученых в сфере цифровых систем. Подробнее в следующем сюжете. 14 сентября состоялось открытие Международной научно-технической конференции IEEE Istves Design and Test Symposium. Мероприятие прошло на базе Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Конференцию открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Хочу еще раз обратиться к вам и поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность, приехали в столицу нашей республики Казань, наш Казанский федеральный университет. В симпозиуме приняли участие эксперты из различных стран мира. В рамках дискуссии был представлен обзор современных тенденций и последних достижений ученых в области создания цифровых систем. Артем Тупичкин, Леонард Олесьяров, Универньюз. После открытия благотворительной акции «Победи мрак вместе» ректор КФУ Ильшат Гафуров совершил обход по зданию клиники. О его целях расскажет Аделя Шамилова. Совсем скоро на площадке университетской клиники КФУ состоится открытие нового приворского регистра костного мозга. Подготовка к данному событию идет полным ходом. В связи с этим по зданию клиники состоялся обход ректора Казанского федерального университета. Стоит отметить, что данный проект является совместной работой КФУ, Российского благотворительного фонда «Русфонд» и Министерства здравоохранения. Открытие регистра запланировано на первые дни октября. Аделя Шамилова, Леонард Олесьяров, Универньюз. Совместный симпозиум Казанского федерального и Канандзавского университета состоялся в Институте физики КФУ. Подробности встречи в следующем сюжете. В Институте физики состоялся первый симпозиум между Казанским федеральным университетом и Канадзавским университетом. Тема симпозиума звучит как фундаментальная наука и новые технологии для устойчивого развития в 21 веке. Он проводится в рамках программы грантов, которая была выиграна Канадзавским университетом совместно с КФУ. Это грант правительства Японии подготовки лидеров 21 века. Уже более 30 лет ведется плодотворная работа между университетами. Для того, чтобы готовить квалифицированных специалистов, мы прежде всего должны понимать, как согласовать наши учебные программы, как согласовать наши научные исследования. И вот эта симпозиума является первым шагом в таком согласовании наших совместных исследований. Мы хотели бы расширить эти исследования до более приглотных областей, связанных с современной инженерией, компьютерными науками и так далее. Впечатления у гостей из Канадзавского университета только самые положительные. Я уже во второй раз приезжаю в КФУ и всегда нас встречают здесь очень тепло. Мы очень надеемся, что после этой встречи наше сотрудничество только укрепится. Симпозиум будет проходить два дня, где профессора Канадзавского университета, а также Казанского федерального университета выступят с докладами и презентуют свои работы перед участниками симпозиума. Важным событием станет и открытие офиса Канадзавского университета в КФУ, о котором мы расскажем вам в следующем выпуске. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Вновь двери Казанского федерального университета открыты для гостей. На этот раз его посетила делегация провинции Аньхой. Подробности далее. В Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация собрания народных представителей провинции Аньхой КНР во главе с заместителем председателя постоянного комитета собрания госпожой Шень Сули. Визит делегации сопровождала заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстана Рима Ратникова. На федеральном уровне поставлена задача взаимодействия и развития взаимоотношений с Китайской народной республикой. Мы предполагаем, что это будет долгосрочное сотрудничество, что в том числе и в дальнейшем делегация парламентарий в Татарстане побывает в провинции Аньхой. В рамках встречи делегация провинции Аньхой посетила музей истории КФУ. В планах у них также побывать в Санкт-Петербурге и Республике Беларусь. Анна Глазунова, Адарь Шамилова, Ленардо Влитяров, Универньюз. В КФУ прошел российский этап международной молодежной конференции Falling Walls Lab. За главный приз в путевку в Берлин боролись 11 претендентов из Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. С подробностями познакомит Адарь Шамилова. Казанский федеральный университет уже второй год подряд получил право провести российский этап международной молодежной конференции Falling Walls Lab. По правилам отбора претенденты должны представить свой проект на английском языке. В их активе лишь три минуты и три слайда для презентации. Основная идея этого мероприятия то, что молодые исследователи, которые могут представлять университет, бизнес, советские организации, неважно, за три минуты должны на трех слайдах научно-популярно изложить суть своей идеи, которая является прорывной. Победителем стал Егор Мандик, представляющий инженерный институт Казанского федерального университета. Он сконструировал инновационную зубную щетку, работающую без участия человека. Победитель представит Россию на международной конференции Falling Walls в Берлине с 8 по 9 ноября. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В Елабужском институте начал свою работу музей книги. Все подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ начал свою работу музей книги «Научно-читальный зал», занятия в котором доступны всем желающим. Вниманию гостей были представлены редкие книги с хранилища. Нельзя не отметить, что библиотека Елабужского института КФУ является самой крупной библиотекой в Нижнем Прикамье. В архивах хранятся более полумиллиона печатных изданий. Адель Шамилова, Универ Ньюс. С вами был Универ Ньюс. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова